Всем привет! С вами Сумрак из клана Краматорский. И сейчас я быстренько для всех соклановцу расскажу, как я бы атаковал на КВ каждого игрока. Вкратце и очень быстро. Ребята, думаю, вообще ничего рассказывать. По-любому все 25, 24, 23 можно вынести как шарами, так и обычными наземными войсками с одной, двумя хилками. В зависимости, есть ли они у вас или нет. Дальше 22. Однозначно. Я бы бил все шарами. ПВО снаружи, думать нечего с ПВО, не забывая выманивать клан Кастл и просто их напросто лупашим. Седьмой ТХ. Шары драконы, без разницы. Ну, я думаю, на этом уровне у кого-то еще нет драков. Можно землей, но не факт. Хотя особо ловушек нет. Рекомендую всем нападать шарами. Здесь то же самое. ПВО вообще просто напрочь отсутствующее, можно сказать. Одно единственное и толком работающие все вместе. Все смотрите на воздух. Если воздушная защита слабая, шары. Ну, только думайте, как шары кидать. Шары больше всего страдают от... Совсем, кстати, не от... ПВО страдают они от визорных, от башен колдунов. Потому что сплэшем получают все шары сразу. Всю пачку. Воздух. Девятнадцатый, то же самое. Воздух. Неважно. Даже я вам говорю. Вот здесь уже можно подумать. Для седьмых ТХ рекомендация. Можно выбить тремя банками молнии одно ПВО и вынести с другой стороны ПВО сразу же. Можно за хилики разъярить драконами восемнадцатого. Я бы нападал. Я не знаю, кто сейчас по номерам. Мне просто нет времени. Здесь то же самое. Можно взять пять свинок, выбить здесь свининой одно ПВО восемнадцатого. И все остальное опять драконы или шары. Все это легко выбивается. Если стоит с краю ПВО, его можно сносить свининкой, которую возьмете у меня же. Здесь однозначно драками он засунул все вовнутрь. Ловушек толком нету. Скорее всего, они тут наружные все на пересечениях. Даже, я думаю, его можно. Даже его. Только если вы играете шарами, берите все три банки лечения, лечилки, схилы. В никаком случае никаких не разъярений, не тому подобное. Воздух. В пятнадцатый воздух. Вообще отсутствует ПВО. То же самое. Вообще без проблем. Драконы, шары. Разлетаются в хламину. Воздух. Опять, ребята, все должны учиться играть в воздух. Фиолетово. Вот опять свинюшек. Даже если вы это второе боитесь, возьмите свинину. У него нет. У него визарды, блин. Ну, нулевые, блин. Первого уровня, это знаете, что женщины стукают по одному месту, блин. Только приятно. Опять, три ПВО, ну, нулевые, в воздух. Всем, говорю, нападать в воздух. Берите шары. Если нападаете шарами, берите еще четыре шара в кланкастол. Ну, или свинины. Лучше, конечно, пятых шаров взять. Свинину свою, блин, сделать, если есть. Если нет, то можно вообще без свинины все это произвести. Опять же, воздух. И вообще бояться нечего. Одиннадцатый. Я лил, ты до седьмого или до восьмого. Одни бомжи. То же самое. Воздухом. Все воздухом. С краю, с краю. Вот это единственное в центре будет. Вообще без проблем. Если у кого нет, то только земля, ну, землей. Ну, вот, начинается там что-то какое-то там. Говорится, чувак рыгнул, блин, на карту, блин, и такого, наляпал чего-то. Ну, бомж бомжом, блин, честно. Я говорю, я его шарами, а, блин, напрочь вынесу. Сверху вниз нападаю, пока здесь бьют. То есть здесь уже захилил раз, но здесь захилил два. А это вообще не по-моему. Все. Над башнями захилил дважды, блин. И все вынесли. Главное думать потом, как запускать все остальные войска, не разбрасываясь сейчас сразу. И не забывая, если есть где-то в углах что-то стоит, обязательно это вынести. Ну, тут еще тоже драконами восьмого можно вынести. Вторыми даже легко. Две пвухи, пятые, конечно, больно бьются, но не смертельно. Рак раком, переставит он свою ратушу, не переставит, не надо на этом радоваться. Начните вот с верхнего пву и всем, говорю, воздух. Вот даже седьмой еще рак. Вот с шестого начинаю. Вот тут уже веселей. Вот пву. Вот это пву надо снести кем-то. Кем-то отдельно. Даже если вы начнете драками. Ну, помните, драки должны начать с углов. Почистили, запустили их в центре. Они начинают лететь сюда. Дракон реагирует, когда начнет выходить клонкасту, вот сюда, здесь уже среагирует. То есть вы здесь разъярили драка. И дальше по обстоятельствам. То есть, в принципе, тоже несложнее. Бывает, с ближней надо начать атаку. А бывает, если две рядом стоят, то наоборот, на эти две вылететь, а на последнюю бросить, оставить дракона. Здесь у нас, здесь у нас опять по пву. Пву с краю. Без проблем. Даже вот так вот она высыпала вверху дракона на пятого. И они вообще влетят в хлам. Поверьте, а это не соперник. Вот здесь единственное, в чем загвоздка. И они все три так стоят непонятно. То есть я вот здесь вот нападал. Не помню, кто там с наших спрашивал. И Кирилл сказал сверху справа. Да, вот отсюда, с правой стороны. Но одного дракона где-то здесь. А второго где-то здесь. Чтобы они выбили круг и по кругу уже не влетели ни вверх, ни вниз драконы. И они вошли в центр сразу. Вот влетят только в центр, и начнят его здесь вот разъярять. Сразу над всеми зданиями. Над вот этим вот пво. Ну, а дальше опять по обстоятельствам. Желательно, конечно, над пво-шками хилить дракон. Точнее, разъярять. А здесь наоборот бы. Я вот нападал на третьего. Кстати, я, наверное, и буду на него нападать. Со стига. Наоборот, снизу. Вот где две пво. То есть, конечно, вот опасно. Вот докуда пво достает, посмотрите. Вот мне надо кинуть одного драка здесь. Одного здесь. Вот сюда и вот сюда. А потом всех снизу пустить. Отсюда, чтобы они вылетели сюда. Вот они здесь побьют. Блин, ну не знаю, долетят они сюда или нет. Задача всех. Первую атаку, если вы сомневаетесь, пустить так войска, чтобы они вошли обязательно до ратуши. Набили 50% и снесли ратушу. Две звезды, чтобы было. Секундочку. Так же самое и Сережа Биттерсвит. Можешь пеками нападать? Сейчас дойду, я специально гляну, где ты. Ну, первый, второй. Это я и Кирилл нападаем. Тут, конечно, посложнее. Я в первом не очень сомневаюсь. Ну, свинилой я его легко выбью. Кирилл, скорее всего, драками пойдет. Я бы Кирилл нападал вот сразу со стороны визардов. Отдал вот сюда драка, а второго прямо на этого визарда. И терпел бы. Пусть эти визарды бьют. Вот как только они влетят, остальных уже пустил бы здесь. Чтобы на эти две ПВО сразу они вылетели. И надеяться, что они туда долетят. Второй момент. Кто будет нападать драками? Есть два варианта. Использование короля. Или король сразу уходит на чистку. Вот, допустим, этот лагерь угловой бьет. Или наоборот, сразу бьем королем эликсир, шахту. Или наоборот. Пускаем всех драконов. А короля ждем. Как только они дочистят до куда-то, то король, если не будет преград никаких, король будет стремиться так же самым в центр. Можно запустить его в конце в центр. Как у меня однажды на стиге вышло. Случайно всем говорю. Уже потом увидел, что могу вторую звезду все-таки королем снести. Но опытные драконоводы, эти драководы, сраководы были, рекомендуют все-таки короля использовать вначале, вместо одного дракона. То есть пускаем куда-то одного. У нас единственный король. Запускаем короля. Тем более, если он после пятого левела. Разъяряем его буквально через несколько секунд, сколько есть у него. Третья часть жизни уже исчезла. Сносим какой-то угол, он пошел чистить дальше. Все, фиоли этого. С другой стороны круга пускаем драка, а потом всех драков в центр запустили, и они пошуршали. Так, прошу прощения, телефон еще параллельно работает. Примерно в таком стиле. И точно так же, точно так же. Можно было бы драками первого бить, но вот у него все как-то в кучке сделано специально. И лук, и колдун, и воздушка. Сразу опять воздушка, лук и колдун. Но я его буду бить свининой. Так, сейчас. Серега, если ты захочешь нападать пеками, тем же комплектом, как ты нападал, где-то у меня есть пятый номер, да? Давай еще раз пятого посмотрим. Как бы я нападал пеками? Я бы нападал, я бы нападал. Я бы нападал, нападал, нападал. Просто и легко, допустим. Допустим, ты пеша заходишь. Выманиваем кланкастл. Туда же вниз как раз он вообще идеально поставил. Шикарно, блин. Прям можно вот здесь перед ним поткнуть воина внизу. Перед лабораторией. Они вышли, но атаковать, плюнуть на тех воинах, там аккуратно выбить всех, кто есть. Задучився, гляну. Нет, уже фул. А потом чистим снаружи вот это все, начиная с хижин строителя, заканчивая вот это с бочеком эликсирой. Пока ты не почистишь вот это все, не пускаешь пек никак. Потом пек пускаешь строго по центру, вот здесь вот на вот эту вот пушку, и все, и считай, что они там пошуровали. Желательно под пек оставлять еще бомберов. То есть не парить мозг пеком, они все равно тупорылые маленько, бьют медленно. Пека пошел, на него среагировали пушки, позади них бомберов. Только внимательно, потому что мортиры вот две будут туда доставать сразу, а эти сразу не будут две доставать. Подождать, чтобы бомберов мортира не снесла. Раз пробили бомбера, два пробили бомбера, и считай, что все, Пека зашел вовнутрь, и он там, блин, грязюку делает. Вот примерно так вот. Ну, а там остальные войска уже по обстоятельствам. То есть, опять же, гиганты, немного гигов, маги, все равно нужны луки для выманивания клан Касла, три пеки туда же. В подкрепление, наверное, за пеками уже маги должны идти в дополнение. Ребята, ну, примерно так. А так, думайте по своим войскам, по своим возможностям. Я не скажу, что это страшный соперник. Обычно это соперник. Все, всем удачи на КВ. Пока.